Здравствуйте, меня зовут Технослав Бергамот и сегодня в нашем обзоре на gagadget.com мы познакомимся с чехлами для Samsung Galaxy Note. Самым интересным безусловно является чехол вот такой вот формы, которая напоминает нам записную книжку. Он сделан с магнитной застежкой, причем вот в паз попадать вовсе не обязательно, застежка магнитная, она сама прищелкивается и в принципе здесь уже не обязательно что-то очень точно позиционировать. Разумеется есть доступ к стилусу, есть доступ к разъему micro usb для зарядки, есть доступ к гнезду для наушников. Еще из интересного у этого чехла есть вот такая подставка, можно смотреть фильмы, установив чехол на столе, либо если вы едете например в самолете или в поезде, вот довольно комфортно смотреть какие-то фильмы. Еще у этого чехла есть отделение типа портмоне, есть отделение для карточек, но честно говоря я бы не очень советовала им пользоваться. Здесь если вложить несколько слоев бумаги, то она начинает некрасиво топорщиться и меняет форму чехла при закрытии, что не очень эстетично смотрится. На фотографиях это должно быть видно. Ну вот собственно говорить больше наверное не о чем здесь. Сзади вот так вот есть окошечко для камеры, совершенно не мешает его работе камеры. Есть открытая кнопка питания, а вот регулировка громкости здесь недоступна. Тем не менее мне очень понравилась возможность вот так держать как записную книжку смартфон в работе, когда едешь в транспорте где-то, либо стоишь на остановке. Вот в таком варианте это скажем самый удобный чехол для Galaxy Note, который я видел. На втором месте по удобству чехол открывающийся вот так вот вниз. Он хорош тем, что он совершенно не закрывает камеру. То есть эта часть открывается вниз, можно вот так вот его разворачивать. Я иногда держу его горизонтально вот так. Это тоже довольно удобно. И в принципе вроде как никак не ухудшает, скажем так, эксплуатационные характеристики чехла. Он вроде бы не перетирается лишний раз и так далее. В закрытом состоянии тоже есть доступ к громкости, кнопке питания, к гнезду microUSB, к стилусу, к динамику, что хорошо. И, разумеется, вспышка тоже открытая. Причем к съемке это нисколько не мешает. Вот можно снимать. Ничего не будет закрываться. Второе место нашего обзора. Вот, казалось бы, вы видите перед собой телефон. Он без чехла, но на самом деле он находится в защитном чехле. Третье место нашего такого миниатюрного хит-парада. Это просто защитная крышка из пластика soft-touch, что позволяет сохранить какой-то вот хороший вид внешнего аппарата. И, в принципе, экран этот в таком виде чехол не сохраняет, не закрывает, но тем не менее позволяет сохранить какой-то вот товарный вид у телефона длительное время. Хотя, по сути, закрывает он только крышку. Но абсолютно никак не влияет на работу аппарата без чехла. То есть, что в этом чехле, что без него. Работа со смартфоном Galaxy Note никак ничем не отличается. Доступ ко всем органам управления есть. Вот стилус тоже можно вынимать. Легко-легко прятать обратно. Динамик тоже открытый. Пластик soft-touch очень приятный на ощупь. Ну, вы все примерно знаете, как он должен выглядеть. То есть, вот такая замечательная штука на третьем месте в нашем обзоре. Наконец, на последнем месте, на четвертом, вот такой приятный с виду чехол, который открывается вот очень логично вверх, открывая доступ к смартфону. Но при этом стоит сказать, что он совершенно закрывает камеру. Чтобы воспользоваться камерой, здесь нужно как-то вот развернуть его, отогнуть. В общем, в кадр неизбежно будет попадать какая-то ерунда. Вот видите, да? Вот нужно что-то делать с чехлом, с тем, чтобы в камер, в кадр ничего не попадало. То есть, чехол замечательный, но из-за того, что он препятствует работе камеры, он занимает самое последнее место. Плюс у него есть вот такой, как это называется, шлейф, еще вот такая резиночка, очень гламурненькая, практически хипстерская, но в целом как-то вот оно по-дедовски сделано. И именно поэтому, из-за того, что он закрывает камеру, этот чехол занимает последнее место в нашем обзоре.